Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин, и это 12-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Cinema 4D и Redshift теперь доступны на мультиоблачной платформе Conductor Technologies. Предоставляется доступ к неограниченному функционалу для рендеринга, и разработчики обещают высокую производительность за кратчайшее время. Сейчас программа находится в бета-тестировании, но уже доступна для установки. Ссылочка в описании. Создана технология DFDNet для восстановления фотографий лиц низкого качества до изображения высокого качества. Все подробности метода объяснять долго и нудно. Если хочешь посмотреть всю схему, то ссылочка в описании. Я же постараюсь объяснить все очень кратко. Восстановление путем шумоподавления или размытия подразумевает множество проблем, что и послужило стимулом для создания технологии DFDNet. Разработчики отмечают, что четыре компонента лица, а это глаз, нос и рот, у разных людей схожи. И для того, чтобы получить изображение высокого качества, была использована нейросеть, как раз обученная на множестве этих четырех составляющих лица в различных масштабированиях и разрешениях. Ну, что и позволяет применять DFDNet для реставрации лиц. Алгоритм, выглядит следующим образом. Предварительно обученный VGG Face извлекает характеристики изображения лица. Далее Roll Elite проводит ориентирование, выполняется нормализация для различия, например, цвета кожи. Для каждого компонента лица создаются кластеры, а затем происходит сопоставление всех ранее созданных кластеров, которые имеют наименьшее отклонение от входного изображения. Данный метод демонстрирует высокий потенциал дальнейшего развития. Ссылочку на видео с объяснением установки и подробную статью на английском найдешь на сайте, который указан в описании. Бесплатный курс основы CG стартует уже 7 сентября. Это целых две недели лекций и практик. Ты получишь всю необходимую базу знаний в области 3D-моделирования, ознакомишься с программой Maya и по окончанию создашь свою 3D-модель. Все это с онлайн-поддержкой преподавателей. Если ты новичок, это отличный шанс начать свой путь в CG-индустрии. Ссылочка в описании. Будет первая. Red Giant объявила о выходе Universe 3.3. Последнее обновление включает в себя более 100 новых пресетов и новые инструменты. Universe – это плагин создания различных эффектов, переходов и внедрения анимированной графики в видео. В версии 3.3 представлено две новых функции. Quantum, который создает анимированные световые следы и Mods – инструмент для комбинирования слоев с различными режимами наложения. Также среди остальных специализированных инструментов обновления получили Glow, Glimmer, Chromatic Aberration и Hacker Text. Лично пользуясь этим плагином, он очень ускоряет процесс создания эффектов, которые не хочется или не успеваешь сделать вручную. Рекомендую. Компания Capturing Reality выпустила Reality Capture 1.1 Blaze. Этот софт предназначен в основном для фотограмметрии, а также картографии и обработки данных лазерного сканирования. Из всех нововведений можно отметить поддержку дронов, ну что значительно ускоряет процесс обработки данных для проверки точности расположения камер на месте съемки. Также внедрили новый инструмент AI Reality Capture, с помощью которого программа может отличать голую землю от других объектов и создавать цифровые модели местности. Ну и теперь для просмотра 3D-моделей большого размера данные сканирования можно экспортировать на платформу Cezium Ion и передавать по URL-ссылке. Еще больше новых функций и улучшений найдешь по ссылочке в описании. Участники Grayscale Gorilla Plus теперь получают мгновенный доступ к новой системе плагинов, которая позволяет устанавливать их непосредственно в Cinema 4D через Grayscale Gorilla Hub. Также добавлено учебное пособие по Octane Render. Ну и как настроить нодовую систему в C4D, смотри по ссылочке в описании. Particle System в NUC 12.1. Функциональность работы частиц повышена за счет добавления ноды Particle Blink Script. Эта система позволяет самому настраивать поведение частиц, прописывая свой собственный код. Как отмечают разработчики, теперь пользователи могут писать новые скрипты частиц в NUC X без необходимости изучать C++. По ссылочке в описании представлена статья о происхождении гибкой системы частиц в NUC. К переходе. Компания 42Tones запустила SynthVR. Это синтезатор виртуальной реальности. Система еще находится на стадии разработки и альфа-версию можно скачать бесплатно с официального сайта. Имея VR-гарнитуру, ты сможешь опробовать себя в роли диджея, сгенерировать звуковые эффекты и написать собственную электронную музыку. SynthVR работает с Oculus Quest и ПК. Поддерживает Valve Index и... ну как обычно, ссылочка в описании. Для входа в Oculus, начиная с октября, новые пользователи должны иметь учетную запись Facebook. То есть у кого уже есть учетные записи Oculus, должны будут перейти на новую систему к 1 января 2023 года. И если этого не сделать, то Oculus потеряет поддержку и функциональность. Вкратце расскажу об изменениях. Oculus принадлежит Facebook. И как пишут разработчики, единый способ входа в Oculus с помощью учетной записи Facebook упростит поиск, соединение и игровой процесс с друзьями в виртуальной реальности. Позволит представить больше многопользовательских и социальных возможностей на базе Facebook. А это чаты, трансляции, вечеринки и совместные игры. Ну и если войти в Oculus с учетной записью Facebook, то можно выбрать, какую информацию о VR-активности публиковать в профиле Facebook. Также в официальном объявлении предоставили предварительную информацию о сомнительных для многих пользователей политики каденфиденциальности. В октябре Facebook Technologies войдет в состав Facebook Inc. Это означает, что он будет управлять всеми решениями в отношении использования, обработки, хранения и передачи данных. А также после принятия условий, действия пользователей будут обрабатываться для предоставления специализированной рекламы на Facebook. Ну вот из-за этого и пошла волна возмущений. А еще ранее компания уверяла, что не будет заставлять пользователей входить в систему с учетной записью Facebook. Меры, которые предприняли, породили страхи и недоверия среди пользователей и разработчиков VR. Судя по сообщениям в различных социальных сетях, люди не уверены в защите личных данных. Из-за этого никто не хочет связывать свои рабочие данные на Facebook с платформой для досуга. Все опасаются передачи информации третьим лицам и не желают постоянно проверять любое обновление настроек к конфиденциальности. В Твиттере многие пишут, что не пользуются Facebook и уже закрывают свои аккаунты на Oculus, либо создают фальшивые учетные записи на Facebook для входа. Ну и похоже, это отличительная новость для развития HTC Vive, так как упоминания о их системе видны в комментариях практически каждого, кто не согласен с новой политикой. Но если только Oculus не предоставит выгодное предложение. Для разработчиков игр и тестовых пользователей на Oculus другие условия использования, о которых более подробно, по ссылочке в описании. Среди всего негатива сложно выцепить действительные намерения Facebook в долгосрочной перспективе. Может быть, это послужит сближением двух миров, реального и виртуального. Создаст благоприятную среду, то есть снизит вероятность троллинга, и в случае его проявления будет привлечение к ответственности. Ну да. А для реалистов новые ограничения помогут в развитии Facebook Horizon, которую представляют как социальную VR-платформу, позволяющую пользователям встречаться и общаться в виртуальном пространстве. А также это сказывается на гарнитуре VR и очках XR от Facebook, ну а именно на коммерции, то есть вложении в дальнейшие разработки. И как вы думаете, за счет чего будут поступать денежные средства? Конечно, все будет идти из рекламы, которую как раз и навязывают. Но зато персонализация контента значительно повысится. Если пользуешься системой Oculus, то напиши в комментариях свое мнение по поводу нововведений. Приложение Gravity Sketch для моделирования VR получило обновление. Gravity Sketch — это платформа для дизайна, позволяющая создавать 3D-модели в виртуальном пространстве. Новая функция Co-Creation, которая появится в скором времени, позволит нескольким пользователям одновременно работать в одном проекте. Сейчас идет бета-тестирование и есть шанс присоединиться к разработке. Ссылочка в описании. Не успели запустить версию ZBrush 2021, как уже вышло первое обновление с исправлениями. Но это все по классике. Также устранили проблемы в работе с графическим планшетом. По ссылочке в описании представлены все улучшения. Загляни. Кстати, некоторые пользователи получили сообщение о ошибке при установке последнего обновления. Мало того, что программа выходит недоделанная, так еще и обновление не скачать. Напиши в комментариях, есть ли у тебя такие же траблы. Конференция Adobe Max пройдет с 20 по 22 октября. За три дня выступит более 250 экспертов в различных областях компьютерной графики. И главными хедлайнерами мероприятия являются фотограф Энни Лейбовиц и Киану Ривз. Участие бесплатное и регистрация уже открыта. Для входа потребуется Adobe ID. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, заходите в нашу телегу, там уже тысяча подписчиков. Кто сидит в ВК, то подписывайтесь на дайджест, который выходит каждый четверг. Там новости, которые мы сюда не добавляем. Поэтому ссылочка, как всегда, в описании. И удачи, мой друг. Субтитры сделал DimaTorzok